Идеально подобранный комплект одежды – это всегда внешнее впечатление, но не менее важную роль играют и внутренние ощущения, которые полностью зависят от качества и характера нижнего белья. Сегодня выбор белья огромен, в том числе это касается и больших размеров, но по цене и качеству модели могут отличаться в десятки раз. Как выбрать для себя адекватный вариант, эксперт Ольга Золотая в рамках своего мастер-класса рассказала участницам конкурса «Плюс сайс красоты» Леди Мармелад. Вчера на мастер-классе Оля нам объясняла, как правильно подбирать белье, как правильно носить корректирующее белье. Ну и в общем сегодня она нам наглядно это все показала, рассказала и комфорт 100%. Вообще брифитинг нужен всем девушкам, не только плюс сайс и девушкам стройным, потому что 80% женщин вообще умеют правильно подбирать белье, совершают очень много ошибок. Ошибок очень много, да, практически все ошибки были на мне. После того, как мы померили пасхалтер на мне, я стала намного стройнее. Очень много женщин носят свою грудь на плечах, хотя по факту 80% нагрузки должен собирать пояс. Но в связи с тем, что женщины неправильно подбирают белье, они просто не знают, как это делать. Они совершают эти ошибки. Поэтому брифитинг появился в России относительно недавно. В Челябинск он пришел, можно сказать, в этом в том году. Я сама о нем узнала три года назад. Ну как бы я сама девушка плюс сайс тоже с большой грудью и тоже совершала эти ошибки. Но сейчас я решила делиться своими знаниями с девчонками, чтобы облегчать им жизнь. Из вчерашнего мастер-класса я для себя вынесла знания о том, какие бывают вообще типы бюстгальтеров, как его правильно носить, как правильно все компоновать у себя. Потому что это целый, ну как называется, брифитинг. Брифитинг, если дословно переводить с английского, то бра это бюстгальтер, фитинг это посадка. И таким образом, что брифитинг это получать идеальная посадка бюстгальтера с учетом особенностей строения вашей груди, вашей формы груди, размера, ее наполняемости. То есть брифитинг добивается идеальной посадки бюстгальтера, чтобы он красиво оформил грудь. Основная ошибка всех женщин, которые неправильно выбирают белье, они носят свою грудь буквально в смысле на плечах. Вследствие этого у многих женщин образуются вот такие вот вмятинные каналы. Это очень вредно и больно. Во-первых, это передавливает мышцы. От этого идет боль в шейный отдел позвонок. Постоянно ваша грудь перевешивает вас вперед. Существуют вот такие вот подкладки под брители, которые облегчают многим женщинам жизнь. То есть если ваша грудь сильно тяжелая, можно ее вот так подкладывать под лямочку бюстгальтера. Она вставляется в пазы и вот так вот у вас получается распределяется давление и масса и становится меньше гораздо. Соответственно, легче. Когда вы приходите в магазин, многие даже не задумываются о комфорте. То есть им понравилось белье, они купили и неважно, как оно на вас сидит. И это основная ошибка многих девушек. Вот у Натали сейчас у нас находится правильно подобранный бюстгальтер. Как мы проверяем, пояс большой или нет, мы засовываем сюда четыре пальца. Ну вот ладошку получается перпендикулярно. Если у нас входит сюда четыре пальца, не больше, тогда пояс у нас подобран правильно. Второй момент, на который брофиттер обращает внимание, это косточка, которая лежит между грудей. Она должна плотно прилегать к грудной клетке. Если она этого не происходит, значит, либо вам большой пояс, либо большая чашка. Потом уже происходит укладка груди, потому что это тоже очень важно правильно ее уложить. И, соответственно, мы подтягиваем бретели до того состояния, чтобы пока у нас влазило два пальца. Если у нас влазит больше, то, соответственно, мы немножко подтягиваем. Если меньше, то, конечно, ослабляем. Ну, Алене мы подобрали такую летнюю модель девчачь. У нее оказалась небольшая симметрия груди. То есть одна грудь у нее, ну, где-то на полуразмерчика поменьше. Сейчас расскажу, как ее скорректировать. Мы всегда проверяем сначала лямки, как на прошлом этом, что два пальца, не более. И здесь тоже проверяем. Вот для того, чтобы скорректировать нам асимметрию груди, то есть меньшую грудь приподнять повыше, нужно подтянуть бретель повыше, вот эту вот с наименьшей грудью. И она, получается, выравнивается визуально. Этот бюстгальтер завоевывал три года высшую награду в спортивном белье. Именно вот эта данная модель бюстгальтера, она уменьшает колебания груди на 80%, что очень важно при занятии спортом, потому что при занятии спортом наша грудь испытывает достаточно сильную нагрузку. Ну вот мы можем попросить Наташу, наверное, попрыгать, а она покажет нам, как ведет себя грудь в бюстгальтере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова